Мои уважаемые слушатели, любители разных сказок и пабасинок, я сегодня занимаюсь заготовкой вкусника. Передо мной видите целая куча растений под названием вигна. Это бобовые. И у них внутри есть всякие хайпрелести. Очень полезные для приготовления пищи. Но вот такие маленькие зернышки бобовых, которых я методично вылучиваю. Почему? Потому что мне хочется разъесть вигнянский супчик. А для того, чтобы разъесть вигнянский супчик, нужно добыть семечки вигны. Они находятся в разных, в том числе вот таких длинных, а есть бывает побольше, по метру, таких соплодиях. То есть плодики расположены внутри такой длинной кишки, которую требуется удалить. Вот этим я и занимаюсь. И уж заодно решил посвятить часть своих упражнений и рассказам о всяком интересненьком. Что ж интересненького происходит? Многие вопросы задают всякие. Но тем более про таких популярных личностей. Ну, в основном, конечно, это вызывает чувство глубокой скорби, когда известные и богатые личности на деле оказываются какими-то клоунами. Причем такими, не отличающимися вообще никаким интеллектом. Ну, вот у нас есть такой персонаж, горячо любимый такими же, как он, деятелями. Имеется в виду Илон Маск. Здесь посмотрел последнее интервью Илона Маска. Ну, такое публичное, широкое. Не то, что он там комментирует. Каждый пукиш любой коровы в Европе и в Америке. А что-то более существенное. А задавали ему следующий вопрос. Дорогой Маск. Причем задающий журналист был, так сказать, настроен очень доброжелательно. Ну, преклоняясь, как все американцы, они же преклоняются только перед одним счетом в банке. Но их остальное не очень интересует. То есть достижения человека, даже если он эти деньги все до единой доллара украл, определяются именно этим счетом. Это главный американский критерий успешности. Других нет. Ну, и у нас во многих случаях других нет. Просто других критериев обычно эти люди вообще не знают. Так вот, у Илона Маска спрашивают. Ну, вот вы хотите послать людей на Марс, на Венеру, там. Ну, в общем, все эти планы наполеоновские. К дальним звездам. И покорить их три раза. Значит, он говорит, да, вот мы хотим там отправить туда-сюда. Ну, еще бы. Тратить деньги американских налогоплательщиков вместо НАСА он, в общем, неплохо устроился. Я уже объяснял, почему и как это произошло, все несчастье. Вот, поэтому повторяться не буду. Так вот. У него говорят, ну, а цель-то какая? Ну, вот чего вы хотите там, за бешеные деньги понастроить этих кораблей, послать их в далекий космос. И дальше происходит ответ, который он повторил за время интервью еще раз десять, по меньшей мере. Что же за ответ? Я не знаю, кто это научил его. Видимо, тамошние пиарасты. Ну, они, в общем, такие же классные, как наши. То есть, созвучно с известным названием. Но то, что они ему сказали, повторять публично, это, конечно, анекдот. Они, он говорит, мы для того посылаем в космос за бешеные деньги людей, для того, чтобы осуществлять, а вот теперь держитесь, ребята, это экспорт разума. Вот, глядя на бурную деятельность Илон Маска, я бы сказал, что он нуждается в импорте разума, в первую очередь, а не в экспорте. Но он, оказывается, хочет экспортировать разум, видимо, он под этим понимает собственные достижения, на далекие планеты. Ну, это здорово, конечно. Если бы на этих планетах, я имею в виду, Луну и Марс, кто-то ждал его разума. Ну, сидят там бедные марсиане, скулят в своих пещерах, такие пещерники с секретными запасами воды, там еще что-нибудь, с остатками космических кораблей из далекого прошлого. В общем, какая-то такая звездные войны. Ждут, не дождутся, когда прилетят корабли Илона Маска и экспортируют, наконец-то, Марс, наш разум. Я вас поздравляю, господа, такой высокой оценки нашего разума я за последние 50 лет не слышал. Так что вот, и почему он это повторял, все время, говорит, ну, все-таки зачем? Он говорит, экспорт разума. Ему еще раз говорят, ну, да скажи все-таки страшную тайну, может, добыть, чего там украсть, ну, как по-американски разумно. Там, обворовать что-нибудь, ракету против русских поставить. Не, говорит, у нас главное – это экспорт разума. Вот это вселенская задача. На этом, я думаю, что Маска можно оставить в покое надолго. Следующую фразу мы придумаем еще через пару лет. Чтоб он ее выучил, повторял. Так вот, продолжая потрошить вигну с целью поесть супчика, перейду к следующей части. У меня спрашивают, вот вы там занимаетесь фотографией. И зачем вы это делаете? Я это делаю за тем, чтобы людям далеким от искусства, у которых уже жизнь состоялась, которые, ну, уже, по сути дела, реализовали себя, там, наделали этих самых потомков, там, оплодотворяли девиц фертильного статуса, ну, и, в общем, уже тратят, знают, куда тратить деньги, что надо воспитывать, покупать модные трусы подрастающим девочкам, ну, в общем, занимаются эволюцией человечества, репродуктивной частью. Но как-то у них закралось ощущение того, что что-то не так в доме Волконских. И они хотят как-то реализоваться, всё-таки оставить что-то, кроме после себя, кроме продукции сперматогенеза личного. Ну, эти, в общем, этим занимаются все коты и собаки. Даже без всяких денег. И хорошо получается. Ну, а человек всё-таки существо разумное. Иногда хочется же что-то сделать такого, что потом потомки, благодарные, конечно, до того, как успеют спустить состояние нашего богатого производителя, смогли сказать, ну, вот папа, кроме того, что он умудрился меня сделать как-то вот по случаю, он ещё и что-то смастерил в своей жизни, кроме меня. Вот для этого я занимаюсь фотографией. Мне говорят, ну, а вот там обратная эфирентация плоды. Что я получаю? Я получаю удовольствие. Знаете, вот удовольствие купить в пенсионном возрасте уже невозможно. Все пытаются что делать? Бегать и покупать здоровье. Ну, кто ныряет в бассейн, кто бегает по дикарям, которые им там рассказывают о том, что надо приложить бубен к левому уху, а правым, значит, добиться того, чтобы тебе дал в ухо медведь, и тогда всё придёт в гармонию. Ну, в общем, вот кроме этих всяких клоунов меня интересуют другие вещи. То есть создание чего-то нового. Ну, во-первых, мне самому ещё интересно что-то сделать такое художественное. Почему? Потому что фотография вообще художественное, визуальное искусство, они не требуют никакого объяснения, как у Ван Гога, когда его пригласили, я уже рассказывал это, по-моему, на какую-то выставку молодых художников. Он ходит и молчит. Ну, в конце концов, он уходит, к нему подлетает, как всегда, полуграмотный журналист, очень бойкий такой, такой очень характерный вид. И говорит, ну что ж вы вот, ничего не говорите-то. Он говорит, что тут говорить-то? Или нравится, или не нравится. Говорить тут нечего. А когда какой-нибудь художник пишет десятомное сочинение, вы догадываете, о ком я говорю, чтобы объяснить своё величие, то быстрее всего это какой-то мелкий жулик. И картины его нуждаются, если в многотомном подтверждении его таланта, быстрее всего не для чего непригодны. Это раз. Второе. Я создаю возможность прецедента. Я показываю людям, которые занимаются фотографией, как это надо делать. Для того, чтобы их деятельность не походила на активность кортия Брессона и дурацкого агентства Магнум, что фотография это искусство, которое зависит от тебя лично, а не от того, что ты подсмотрел по дороге на работу или с неё. Это очень важно. То есть, есть творческий потенциал и доступность. Потому что, всё-таки фотография это не живопись, и ей не надо десятки лет учиться. Достаточно там трёх, четырёх, но иногда пяти лет интенсивного занятия фотографии. Тем более, сейчас печатать уже фотографии особенно не надо. Можно в компьютерной лабуде посмотреть. То есть, доступность с одной стороны творческая начала, другую. Я спрашиваю, ну а как-то меня оценивают? Оценивают, конечно. Вот видите, моя сидит любимая чайниковая баба. У неё золотая, серебряная и бронзовые медали Творческого Союза Художников России. А вот здесь мячишку назад, может, чуть побольше. Российская Академия Художеств наградила меня вот таким замечательным дипломчиком. Полюбуйтесь на него. И иногда, несмотря на то, что, конечно, все такие штуки требуют некоторого протежирования, то есть, чтобы за тебя похлопотали, но тем не менее, хлопотает хлопочет обычно за тех, кто что-то делает. Особенно в этой среде, а не для тех, кто числится в этих организациях по формальным причинам. Так что, я иногда и получаю обратную афферентацию в смысле оценки своей бурной деятельности на почве фотографии. Вот видите, такие небольшие бобы, которые на самом деле дают в супе необычайную вкусноту. Вот. Я продолжаю свои глубокие заблуждения по поводу закусок и перехожу к еще одному вопросу, который, я думаю, стоит осветить. Он был написан в тетрадке в Саратове в баре пироги и мухи, с которым я сотрудничаю не только в смысле выпивания. там какой-то из посетителей бара с удивлением, а может даже с возмущением с каким-то скрытым поинтересовался, а как дела обстоят вот с идеей Пирогова о том, что вселенная ну такая вся вселенная большая довольно думает человеческим разумом, что, мол, где это за ересь. А как же Господь-Бог? Ну, Господу-Бога оставим в покое, потому что я не знаю такое количество этих богов, какому конкретно вы имеете в виду. Да и к тому же все это плоды человеческого мышления. А насчет Пирогова все совершенно верно. Вселенная больше ничем думать не может. А у нее думалки-то нет. Вы что думаете? Она будет думать черной дырой? Открывает черная дыра, а там большой такой мозг. Или, как некоторые придурки-физики, говорят, у нас энергетическое мышление. ну-ну, интересно, какая энергия там. То есть вот это вот инженерные мозговые полюции, ко мне к ним с ними не надо обращаться. Потому что глупость имеет так много оттенков и форм, что и желающих посудачить на эту тему, что на всех не напасешься ответов. А вообще да, Пирогов был прав. Вселенная это достаточно убогое. Что там не думать с помощью атомов водорода довольно сложно. Думалки-то там нет никакой. Думалка это значит что-то очень сложное. Потому что оно должно создавать вокруг себя то, чего не было в природе и обществе. А что кроме элементов можно создать в рамках черной дыры и столкновения галактик еще какой-нибудь истории. Да и ничего особенно. Но новые элементы появятся. Ну, вполне возможно когда-нибудь появится новая планета. Но все равно чтобы начать чтобы на ней завелась жизнь нужно много времени. Нужны подходящие условия. То есть нужно условия для появления неких организмов любой природы неважно кремниевым углеродным там в принципе у которого было достаточно бы энергии обмена для того чтобы во-первых самовоспроизводиться а во-вторых сохранять ту информацию которая накапливает это все энергетически зависимые процессы. Для этого нужна среда. Поэтому среда сложная. поэтому ограничиться одними там превращениями атомов водорода во что-то более сложное довольно сложно. Поэтому к сожалению или к счастью Пирогов абсолютно прав. Да мы думаем и наши мысли это вселенная. Я кстати говоря этому посвятил последнюю главу в книжке. Вот вы ее сейчас видите называется личный мозг о том как у нас происходит это несчастье. То есть когда мы любой человек который в состоянии думать понимать и создавать выполняет функцию Бога. Так и называется специальная глава в этой книжке временная функция Бога. Но для тех кто умеет пользоваться своей головой а не для тех кто на ней как я носит шляпу. Так что да Пирогов был прав. Вселенной больше нет никаких шансов. Может она и хотела бы думать но поскольку она никак думать не может в силу того что думал-ка отсутствует ей приходится пользоваться тем что предоставляем ей мы. А это наш мозг со всеми его сексуально-романтическими интеллектуальными и социальными проблемами. На этом уважаемые слушатели я с вами прощаюсь но под задность отвечу еще один на вопрос меня спрашивают про эту кружку что здесь написано здесь написано про бородавочника который на самом деле по-английски лоток живет в Южной Африке замечательное животное маленькое быстрое шустрое которое мне очень нравится и эту кружку я специально притащил из ЮАР много-много лет назад я считаю что это самый лучший способ борьбы за сохранение природы когда даже на кружках для чая объясняют кто это такой показывают ось следочки и пишут всякие хорошие слова так что берегите природу пробуйте вигну если она она у вас будет расти она очень вредная в этом отношении на чем я с вами и прощаюсь до свидания до свидания до свидания Субтитры создавал DimaTorzok